Бесценные мифы иудаизма. Один – поле не воин. Практически во всех сказаниях различных народов противостояние добра и зла заканчивается победой света. Об этом говорится даже у самых прожженных противников Деницы – юдаков. Посмотрите несколько классических примеров из доступных юдейских источников. И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, десять тысяч лет, и низверг его в бездну и заключил его, заключил его, замкнул ключом, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы бессмертием, доколе не окончится тысяча лет, десять тысяч лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, в земле Магог-Кавказе, и собирать их на брань, число их, как песок морской. Откровение, глава 20. В мифах иудаизма, христианства и ислама тартары-кавказцы – это воинственные антагонисты Божьего народа, которые придут в последние времена с севера, если смотреть от Израиля и арабов, или с других окраин населенного мира. Имена Гог и Магог – обычно Гог – имя предводителя и народа, Магог – имя страны и народа. Магог – Гог, упомянут как сын Иофета, Бытие 10.2, 1.1.5. Как родоначальник, эпоним какого-то северного по отношению к Палестине народа, поставленного в связь с медянами и кеммерийцами. Как вы помните, в греческой традиции Иофет, Библия Бытие 10.2, 1.1.5. Это титан-отец Прометея, Гоголя, птицы. Так что всё сходится. В книге Иезекииля Гог – князь Роша России, Мехеша и Фувала. Гог поведёт рать от пределов севера в союзе с другими народами. Будет это в последние дни, когда Израиль, мировой, будет жить безопасно. Сам Яхве выступит против Гога. Произойдёт страшное землетрясение и поразит на горах Израилевых войска Гога и пошлёт огонь на землю Магог. Иезекииль 38-39. Иудейская традиция прямо связывает нашествие Гога с пришествием Мессии и страшным судом. Еврейские авторитеты спорили 7 лет или 12 месяцев. Это продлится. Нашествие Гога приурочено к истечению сроков тысячелетнего царствия, евреев над Рошем Россией. Сатана, Прометей, денница, рождённый из камня, выйдет из заточения и придёт с неисчислимой ратью с четырёх углов земли Магог и окружит стан святых и город возлюбленный Богом. Но рать будет пожрана огнём с небес. Мечтать не вредно. Апокалипсис 27-9. Еврейские учёные эпохи Иуда-Эллинизма и Римской империи отождествляли народ Магога со скифами. Например, у еврейского учёного Иосифа Флавия. Византийцы, зная соседей лично, сопоставляли князя Роша России с русским Рош по греческой транскрипции как «Рос». С XIII века истогики их больше называли татаро-монголами, тартаро-моголами, а это чистая правда. Мифы народов мира, страница 307, том 1. Библейская энциклопедия «Москва, 1891 год». Вероятнее же всего, под этими словами Гог и Магог подразумеваются все северные скифские племена, от которых произошли позднейшие славяне, татары. Но из этого не следует делать вывод, что этот народ с его правителем Гогом, Гоголем, наши сделали из него Гоголь-Моголь, существовал в действительности. Столько логики всего в двух калориях. Здорово, правда? Свой оригинальный взгляд на жителей страны Магог, Роси, Роша у мусульман, удивительно совпадающий с юдаистскими воззрениями. Я думаю, чисто случайно. И он дарит нам бесценные дополнительные подробности. В традициях мусульман Яджудж и Маджудж это народ, живущий на востоке, распространяющий нечестие по всей земле. Слуга Аллаха, Алладин, построил железную стену, чтобы сдерживать Й и М, но заклепанные делают подкоп и дырявят стену. Утром Аллах заделывает все дыры. Все же, вырвавшись из плена перед страшным судом, заклепанные выпьют всю воду, перебьют всех людей, станут запускать стрелы в небо, в луну. Но Аллах, Элохим, Алоах, Элохим, множество богов иврит, погубит их. Даджал у мусульман искуситель людей. Он должен появиться перед концом света. В литературе 13 века антихрист появляется из колена Данова. Соответствует антихристу. В Коране традиционно не упоминается. Часто описывается в средневековых сказаниях Малахим о грядущих бедствиях. Привязанный к киблису Фениксу Даджал прибывает на острове в Индийском океане. Он прикован к скале и его охраняют джины. Проплывающие мимо мореходы слышат доносящиеся звуки музыки и могут покупать пряности у жителей острова. Самих жителей никто не видел, они оставляют товары на берегу. О, Аллах Божий! Какие негодяи живут на этом острове! Небось, не любят владыку Луны и сборники его любимых стихов. Наверняка, не читают Коран и Библию. Перед концом света, когда Яджудж и Маджудж, Гоги из страны Магог, прорвут сдерживающие их железную стену, Даджал появится во главе войска, восседая на огромном осле. И повсюду на земле, кроме Мекки и Медины, он установит свою власть. Она продлится 40 дней или лет. Затем Иса и Махди, Махадева, победят его. А затем Иса или Махди убьет его в Сирии или Палестине. Мифы народов мира. Не могу не добавить несколько слов о пресловутой библейской басне, о запретном плоде и нехорошем змее Горыныча. Ведь для того, чтобы понять суть истории, надо просто внимательно прочитать бытие и не фантазировать. Глядишь, не было бы столько страданий и войн. Здесь четко рассказано о сути Бога. Описанная история очень откровенна. Она происходит во время начала возрождения планеты. Здесь Бог пугает арийцев знанием и древом жизни. Бытие 3, 3, 4, 5, 7, 22, 24 стих. 3. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. 4, 4, 5, 7, 8, 8. И сказал змей жене, нет, не умрете. 5, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. 7, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Например, плоды граната обладают бактерицидными и антивирусными свойствами. Возможно, до адаптации микробов к этим свойствам гранатовых яблок, принятие их в пищу могло вывести из бактериального транса. Эти плоды яблоки могли своим действием возвращать молодость. 22. И сказал Господь Бог, сильно испугавшись, вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. 24. И изгнал Адама, и поставил на востоке усада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Режущее колесо Молох, он и сейчас там под Софийским собором, у залива Золотой Рог. В этом тексте нетрудно увидеть опасения Господина Бога по поводу возможного исцеления людей и его отношения к познанию как таковому, ведь он защищает свои интересы Верховного императора. Нелюбовь к знаниям имеет какой-то старый корень, видимо, Яхва был двоечником в школе на своей планете и не любил учиться. Не могу не добавить еще две концептуальные грузинские сказки о прошлом и, главное, о недалеком будущем нашего мира и о грядущем Спасителе. Амирани и пастух. Раз в семь лет пещера открывается. Один пастух подошел к горе Амирани и увидел, что вход в гору опять открыт. Прикованный подозвал пастуха, а тот испугался. Не могу, говорит, глядя на огромные глаза Амирани. Не бойся, подойди, попросил кавказский пленник. Человек осмелел и подошел. Амирани говорит ему, поглядим-ка ваш хлеб, какой он у вас. Сжал он рукой хлеб и потекла из него кровь. Кровавые вы, братья, хлеб едите. Подай-ка мой хлеб. Сжал он свой хлеб рукой и полилось из него молоко. Молочным хлебом я живу, сказал Амирани. Молочная река, белая вода. Подвинь мне мой меч. Видишь, он там лежит, а я здесь прикован цепью. Сдвинуть с места пастух его не смог и не нашел ничего, чтобы подвязать к мечу и притянуть к Амирани. Герой предлагает пастуху самому ухватиться за меч. Так он и сделал. Амирани стал тянуть человека, но руки заболели, чуть не оторвались. Пойди-ка домой, принеси мне лямки из бычьей кожи. Смотри, если заговорит с тобой женщина, не отвечай ей ни слова, не то закроются двери моей темницы. Пришел пастух домой, снял лямки со стены, молчит, как уговорено, да жена погналась за ним и кричит. Куда идешь? Зачем несешь? Почему молчишь, негодный мужик? Не выдержали у пастуха нервы, парень закричал. Как ты надоела мне, женщина! Тотчас закрылась та гора. Так и остался Амирани прикованным. Говорят, если разорвет он цепи, пойдет по всей земле и всех женщин перебьет. Думаю, скорее очистит от скверны. Сердит он на них. Видать, есть за что. Кто его знает, на кого он еще сердит? Так и прикован он под горой до наших дней. Прикованный Амирани фрагмент. Пришел Христос и сказал великану Жадалу, что ему и его сыну придется отказаться от владения миром. Жадал предлагает состязаться, бросая огромный камень, но проигрывает Христу. Тогда он выставляет своего сына Амирани бросать камни, но и его побеждает Христос. Брошенный им камень за девять гор уходит глубоко под землю. Христос говорит Амирани. А ну, коли ты такой сильный, достань камень. Долго мучился Амирани и не смог достать камень. А Христос велел приковать его к этому камню цепями, а сверху перекрыл это место горой. В день один хлеб. Шоти ему дает бог и есть у него маленькая собачка. Симург. Пес лижет ту цепь, лижет до того, что цепь эта становится совсем тонкой. Кажется, еще немного и герой разорвет эту цепь и вырвется на волю. Но в великий четверг, после дождичка в четверг. Утром встают все кузнецы мира, грузинские кузнецы точно, а адыгейцы стучат по праздникам, ударяют по наковальне молотом, и цепь вновь обретает прежнюю толщину. Вот бы порвать Амирани те цепи. Не сдобровать тогда кузнецам. Всем головы оторвет. Вы что, все еще верите, что одни народы позаимствовали сказки у других? Очнитесь. У нас, братья, одна на всех подлая судьба. Одна реальная история, которую у нас украли лунатики. Повторюсь, но истории пишут те, кто приковывает и вешает героев. Давайте всем миром будем желать освобождения Спасителя и сделаем для этого все необходимое. Мы, объединившись, все вместе сможем многое. Как когда-то до разделения на национальности и народы. Сила мятежных, страдающих душ велика. Просто мы об этом забыли. Мы давно не применяли силу счастья. Это тоже оружие. Ну что, юноши, попробуем?